Спасибо за то, что вы меня пригласили. Меня попросили немного поговорить и осветить вопрос сотрудничества между правительством и медицинским сообществом в скрининговых программах. Спасибо большое за указочку. Спасибо. 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 Меня вот вдохновляет пример Санкт-Петербурга, Илья, например, и фонд. По существу они являются доказательством того, что гражданское общество принимает участие в этом начинании. Но многие не понимают. Если люди не поймут, чего вы хотите достичь, то они не последуют за вами. А если поймут, то будут следовать вашему совету. Поэтому это исключительно важно привлечь вот таких людей и постоянно обсуждать с населением, о чем идет речь и каковы цели и задачи данной программы. И, конечно, если пациенты слышат что-то об этом или даже получают приглашение, ну, например, от Министерства здравоохранения, это хорошо. А потом, может быть, вы, медики, представители медицинской общественной, тоже не знаете, что происходит, то, вероятно, вы не будете давать нужных советов. Поэтому гражданское общество, правительство и медицинские специалисты должны принимать участие в этом программе. И, конечно, медицинское сообщество не только принимает участие, но и непосредственно оказывает необходимые услуги. Если программа, опять же, правительство и медицинское сообщество собираются и разрабатывают стандарты программ, да-да, успех достижим. Итак, правительство, да, действительно, осигнует ресурсы для того, чтобы специализироваться в скрининге для тех, кто имеет интерес к этой сфере деятельности. Кроме того, у нас, да, нам необходима поддержка от ракового регистра, онкологической базы данных для того, чтобы отслеживать деятельность, проводить мониторинг и документально отражать изменения. Кроме того, сотрудничество между регистром скрининга и регистром онкологических заболеваний воистину важен. И многие из моих деятельностей, например, в Германии, тоже относились как раз к скрининговым программам. И после этого, через 10 лет, после начала, правительство тоже решило очередить такую программу колоректального скрининга на популяционном уровне. И вот потом все остальные регионы страны тоже присоединились к программе, стали поддерживать регистр онкологических заболеваний. И теперь это уже стало законом. И что еще очень важно для людей, которые работают в этом регистре, они тоже должны принимать участие в наших делах. Их, конечно, задачи, в их задачи входят документально отразить, но и проанализировать. Но это еще не все. Как притворить все вот эти теоретические, можно сказать, результаты, как внедрить их в практику. И так вот это ключевые составные, основные ключевые части, составные части этой работы. Но есть разные способы, разные пути решения каждой из этих проблем. Но есть определенные закономерности, определенные последовательности, если хотите, вехи на данном пути. Первое, что я хотела бы сказать. Первое. Начать нужно с хорошего понимания о том, к чему вы хотите прийти. Под вами я поднимаю правительство, общественность, население, понятно, гражданское общество. Я вот смотрю на некоторые страны, которых это очень много времени занимает. И понимаю, что одна из причин в том, что когда люди думают о скрининге, никто на этапе задумки, никто не чувствует определенной ответственности. В какой-то момент появляется правительство, кто-то начинает планировать, кто-то начинает заниматься организацией. Но все обсуждение уже произошло. Страны, которые быстро продвинулись в этом процессе, начали чуть пораньше. Это, знаете, такая тенденция – два шага вперед, один шаг назад. Уже на стадии формирования консенсуса необходимо назначать кого-то ответственным за координацию общих действий. Мне кажется, очень удачно, что здесь, в Санкт-Петербурге, есть вот эта инициатива экологических институтов гражданского общества, что мы можем сотрудничать здесь. Я думаю, что стало понятно, насколько важна эта дискуссия. Казахстан тоже поделился с нами своим опытом. Когда, как мы видели, в Ханты-Мансийске начинают реализовывать программу скрининга, то необходимо пройти проверку того, насколько он функционален. Когда появляются первые результаты, и, возможно, Ханты-Мансийске сейчас уже как раз пора это сделать, эти результаты необходимо проанализировать не только силами ваших экспертов, но и какими-то внешними специалистами, теми, кто, может быть, уже раньше через это проходил. Люди, которые, может быть, более опытные, люди, которые смогут распознать какие-то проблемы. Это позволит ускорить процесс в тех или иных странах. После проверки функциональности скрининговой программы можно запускать пилотный проект. Бывает такое, что когда говорят о пилотной стадии, говорят о проверке функциональности, но это не то. До того, как мы выходим на миллионные обороты, может быть, имеет смысл провести, например, тестовый такой пилот не на 20 миллионах, а на 100 тысячах человек или на 200 тысячах человек. Это довольно большой объем населения, чтобы показать результаты, применимые ко всему населению. И, тем не менее, не такой масштабный, чтобы можно было распознать те проблемы. Проблема доступа, предоставления услуг, проблема обучения, что-то еще. Ну, это, да, знаете, как посмотреть через микроскоп на все происходящее. Подобные пилотные проекты помогают, ну, пилотные стадии помогают сделать переход к большим объемам населения более плавным. Анализируя результаты пилотного проекта, очень важно посмотреть, насколько результат соответствует вообще желаемому. Посоветоваться с теми, кто уже это делал. Ну, и когда вы понимаете, что вы готовы выйти на всю страну, тогда заняться территориальным применением. То есть это очень такая, знаете, тщательная работа. Когда мы выходим на большие территориальные масштабы, здесь проблемы становятся тоже иного масштаба. И нужно гораздо внимательнее готовиться. Именно вот этот, даже на стадии просто изменения масштаба, уже нужно очень четко вводить систему контроля. В Финляндии есть, ну, как бы назначается группа рабочая на каждую стадию. Чем бы вы здесь ни занимались, здесь, в Российской Федерации, я думаю, что следует вам подобной последовательности придерживаться. Ну что ж, мои выводы. Уже мы говорили об этом. Оптимизация всех стадий скринингового процесса. Стремление научиться выявлять рак на ранних стадиях. Стремление диагностировать с наименьшей тратой ресурсов и с наибольшей точностью. Стремление научиться ставить правильный диагноз и перегружать пациента дополнительной информацией. И все это не теряя из виду того, к чему вы стремитесь. Именно вот эта комбинация всего этого в комбинации позволит вам, как медицинскому сообществу, добиться максимального успеха в диагностике и лечении раковых заболеваний. Это рано или поздно выстреливает. И даже если вам придется изначально где-то задержаться на подольше, в итоге вы добьетесь больших успехов. В рамках скрининга очень много вскрывается новой информации, которая позволяет над чем-то сопутствующим поработать. Скрининговые программы обладают определенными ресурсами, выделенными для непосредственно вот этого. И почему бы тогда не использовать эти ресурсы как-то таргетированно. Для должного использования ресурсов необходимо видение долгосрочной перспективы. И я говорю не только о финансовых ресурсах, но и о каких-то человеческих ресурсах. Приверженность проекту, верность приоритетам медицинского сообщества. И здесь, пожалуй, мой совет поддерживает взаимоотношения между медицинским сообществом и правительством. Необходимо выстроить какое-то единое видение того, к чему мы стремимся. И только это позволит нам наиболее успешно работать с представителями гражданского сообщества. Спасибо. Продолжение следует...